Сейчас мы с вами свяжем на вязальной машине шнур. Для шнура берется от 2 до 4, ну максимум 5 игл. 5 игл это будет уже очень толстый шнур, 2 иглы совсем тоненькие. Поэтому среднее количество игл, которое применяется в шнурах, это 3 иголочки. Такого шнура достаточно для того, чтобы использовать в качестве завязок для шапочки, либо отделки на макушке, либо еще завязки для кофты. Как угодно можно использовать этот шнур. Он абсолютно полноценный, отлично скручивается и имеет самое разное назначение. Итак, берем 3 иголочки и начинаем вязать. Независимо от того, какая у вас машинка, набор делаем как удобно. Лучше объем, потому что если начинать косичкой, будет сильное утолщение. Обязательно навешиваем утяжеление. Без разницы, какая у вас машинка. Видите, у меня машина с платинами, я все равно подвешиваю к ней грузик. Но сейчас приезжу пару видов и подвешу. Это нужно для того, чтобы такое малое количество полотна хорошенько оттягивалось вниз. Плотность посвободнее. Не делайте очень тугие шнуры, он будет колом стоять. Свободная плотность. Обычно я вяжу на пятерке эту пряжу, здесь ставлю шестую плотность. И просто начинаю вязать. Немножко провязала, навешиваю утяжеление. Если машина с нитиводом, грузик навешивайте сразу. Причем не обязательно такой точечный, тоненький, можно навешивать полноценного крабика. Он хорошо будет оттягивать и полотно не слетит с игл. Это очень важно, потому что слетает даже на машине, которая сама держит вязание. И вяжем вот таким вот способом достаточно длинное полотно. Смотрите, полотно, после того, как мы его какое-то количество рядов связали, Сейчас еще порой. И наша задача, видите, полотно получается просто узкая полосочка, но если я ее потяну, оно сворачивается роликом. Этот ролик абсолютно круглый, непонятно, где у него края. Вот таким вот роликом он и останется. И в общем-то он не поменяет уже длину. Поэтому вот вы потянули и можете метровой лентой измерять длину вашего шнура, потому что он таким, собственно, и останется. Вы знаете, сколько вам нужно, измеряете. Когда закончите вязание, просто собираете крайние петельки на среднюю и закрываете, провязываете петельку и отрываете нитку. У вас закрытое вязание. Полноценный шнур готов. Еще раз скажу, что вот это вот распустить уже, в общем-то, не получится, потому что когда вы его потянули, он свернулся и больше уже не раскроется. Это будет круглый такой шнурок. Абсолютно полноценный. Даже не обязательно делать в виде косички, когда мы постоянно выдвигаем вперед иголочку одну, здесь провязываем, там не провязываем. Конечно, может быть, так он будет скручиваться еще лучше, но в принципе вы видите, что вот такая вот конструкция тоже является полноценным шнуром. И вяжется очень быстро, очень просто. Еще раз покажу, как закрыть. Мы просто крайние петельки навешиваем на среднюю. Провязываем вместе одну петелечку. Оторвали лишнее. Вот у нас абсолютно отличный шнур. Провязано не так много рядов, но за счет того, что он сильно растягивается, найти, где у него край, уже достаточно тяжело. Видите, шнур из трех петель. Для детской шапочки, для завязки, либо для оформления макушки цветочком. Очень хорошая идея. Такой шнур подходит для завязки детских шапочек, для цветочков, для оформления макушки, для завязочек на кофту, ну, для чего угодно. Можно использовать, вязать просто, очень быстро. Шнуры можно вязать не только на машине, но и делать руками. Такие шнуры больше подойдут для стяжки, для завязок, для таких тоненьких надобностей. Если мы хотим использовать не какую-то веревку, а нам нужно что-то шнур в цвет изделия, но не вязаный, а тонкий. Берем ниточку, я буду брать две нитки контрастного цвета, чтобы вы видели, что получается. Завяжу узлы по краям. Как правило, берется одна ниточка и завязывается узелок с краю. И теперь лучше делать с помощником. Но если помощника нет, можно и самостоятельно. Начинаем закручивать. Видите, одна рука у меня двигается в одну сторону, вторая в другую. Желательно узелки вот эти вот держать по краям. Вот они. То есть, вот эта вот рука, палец у меня в одну сторону крутится, второй палец в другую, для того, чтобы у меня перекрутилась ниточка. И чем сильнее я ее закручу, вот эта рука закручивает в одну, эта рука закручивает в другую. Чем сильнее я закручу, можно покрутить сначала в одну сторону, потом покрутить в другую. Для того, чтобы у меня оба конца нитки были закручены в разную сторону, и при этом вот этот узелок не ушел в середину. Иначе у меня будет некрасиво испорченный шнур. И закрутили с этой стороны. Получилась достаточно такая небольшая веревочка. Видите? беру эту веревочку, главное, чтобы она не имела возможности перекрутиться, надеваю на палец, на один, и чем сильнее закручу, тем лучше будет эффект. И отпускаю. Вот. Такой шнур у меня в итоге получается. Потом мне достаточно всего лишь завязать узелок с одной стороны и с другой, чтобы оно не имело возможности распуститься. завязали узел здесь, завязали узел здесь. Все. У меня вот этот шнур не распустится и не распутается никогда. Он полноценный. Если завязали узелки, у него нет возможности развязаться. Можно даже отрезать хвостики. Можно отступить и распустить вот эти вот краешки. У меня получится еще и бахромка на концах. для завязок, для стяжек, опять же, для оформления шапочки. Можно делать такие же петельки. Можно делать навесные петли на одежде. Очень интересно, красиво смотрится, причем достаточно туго стянуто. Все получается. Здесь вы видите в таком меланжевом исполнении. Можно делать однотонное, можно использовать четыре ниточки. Четыре нитки используйте, будет в два раза толще. Делается очень просто и быстро. Маленький шнурок. Если вам нужен большой шнурок, конечно, нужно использовать две трети. То есть, если я получаю в итоге вот такую длину, я должна взять на две трети больше. Если мне нужен шнурок какой-то длины, я должна брать в три раза больше нитки. тогда у меня получится шнур заданной длины. Сейчас мы с вами свяжем простую бахрому. Ее особенность в том, что она не закрепляется в процессе вязания. Это простая бахрома. После того, как мы ее свяжем, ее нужно закрепить. Сейчас вы увидите. В зависимости от того, как далеко я буду выдвигать иглу в переднее рабочее положение, у меня будет длина бахрома определяться. Не забудьте на машинах с нитеводом отключать рычаги частичного вязания. Иначе у вас эта иголка встанет в рабочее положение и провяжет, сбросит эти петли. Нам это не нужно. Отключили рычаги, начинаем вязать. Я буду вязать маленькие петелечки. Вот такие вот. И просто провязываю. Можно вязать двухстороннюю бахрому. Можно одностороннюю. Сейчас я свяжу одностороннюю. Каждый раз обвиваем иглу. Периодически сбрасываем петли и ставим ее на место. Очень много не надо набирать, потому что снизу будут тянуться эти петли и будут деформировать нам вязание. Можно так делать с двух сторон. То есть выдвигаем иглу с двух сторон и вот так же провязываем петельки. Это простая боковая бахрома. Видите эти петли, которые у нас получаются по краям. Их надо будет закреплять. Как закрепить петельки? Можно взять как закреп... Как закрепляются петельки? Видите, они ни на чем не держатся. Потянули и петля у нас уехала. Для того, чтобы ее закрепить, можно взять и провязать петлю уловителем ряд по петельному столбику с лица или с изнанки. У нас получится дополнительная защита. Самое главное, лучше делать это в пяльцах. Берем пяльцы и, натянув вязание, делаем эту косичку по крайнему ряду по петельному столбику. Закрепили ряд и у вас эти петли никогда уже никуда не денутся. Без пялец, конечно, это будет тяжеловато, потому что все вязание у вас будет уезжать и деформируется. Можно, конечно, с изнанки вязать, но, опять же, вязание должно быть все время натянуто, иначе мы перетянем все, что можно. Ну, если есть такая цель связать боковую бахрому, как закрепить, я вам сказала, вязать ее вполне можно. Таким вот самым простым способом, но требуется закрепление. Либо прошить на швейной машинке, но, опять же, очень аккуратно подтягивая полотно на слабеньком зигзаге, так, чтобы было не видно. Если сможете так прошить, будет отлично. Сейчас мы с вами свяжем витую бахрому. Основа. И выдвигаем в переднее рабочее положение иглу. Чуть больше, чем в два раза дальше той длины, которую мы хотим иметь бахрому. То есть у меня бахрома будет коротенькая. Выдвигаю где-то на 20-30 петли иголку в переднее рабочее положение. При этом рычки частичного вязания отключаю. И провязываю 4 ряда. 4 ряда провязала. Нюанс такой. Для того, чтобы у меня не расходили здесь петли, не была бахрома жидкая, навешиваю петлю того ряда, с которого я начинала 3 ряда назад на среднюю иголочку. Беру иглу назад, беру вот эту бахрому полученную, обе петельки, можно 2 петли, можно каждую петлю отдельно брать. Придерживая обязательно вязание, чтобы оно не убежало, начинаю перекручивать петлю. Причем обязательно запоминаю сколько раз я перекрутила, потому что вся бахрома должна быть одного размера, одинаковый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Аккуратно складываю пополам и надеваю на среднюю иголочку. Так, бахромой желательно придержать, чтобы она не убегала. И продолжаю вязать дальше. Так, раз, два, три, четыре. Не забываю надевать средние петли, тот ряд, с которого я начала вязать, на средний угол. Беру обе петельки в руки, придерживаю вязание и начинаю делать такое же количество перевитий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чем больше перевитий, тем у меня будет симпатичнее бахрома. Надеваю на среднюю иголочку, оттягиваю вязание, оттягиваю ее, чтобы она не потерялась, ставлю вперед ту же самую иголку и начинаю вязать следующую бахроминку. Раз, два, три, вязание, что я все сбрасываю там. Три, четыре, опять повторяю то же самое, обязательно перевешиваю петлю, это я делаю для того, чтобы у меня не было слишком жидкой бахромы, я подтягиваю вязание. Это вперед вязание, чтобы ничего не слетело и обязательно придерживая рукой делаю количество перевития такое же, как было раньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну, 11. Все, надеваю на иголочку, оттягиваю крайнюю петельку, ставлю все в работу, эта игла у меня продолжает работать и так далее. То есть я делаю необходимое количество бахромы. Вот такой способ хорош для отдельной планки. Если вы вязать его в процессе изделия, то лучше делать каждую бахрому отдельно из ниточек тоненьких, потому что здесь я сделаю стяжку отдельной бахромой. Если я буду вязать сбоку изделия, то я не смогу присобрать край. У меня край будет стянуть за счет того, что я переодеваю петли на средний углу изделия, все будет достаточно широкое. Поэтому вот это сойдет как отдельный элемент пришивной или потом привязываемой к изделию. Либо я могу это делать ввязывая в изделие, но с учетом того, что будет припосадка по самой планке нашей бахромой. Вот таким вот нехитрым способом мы получаем очень интересную витую бахрому. Закрепление никакого не требуется, она очень хорошо держится и никогда сама не распустится. листик можно вязать с трех или пяти петелек. У меня три петли. Провязываю два ряда. Раз, два. Одноигольный декер. Одноигольным декером делаю пересадку в сторону. Ставлю все иглы в рабочее положение. Два ряда. Раз, два. Центральная игла не трогаю. Двухугольным декером делаю ажур вокруг центральной иглы. На одну петлю делаю пересадку в обе стороны. От центра. Центральной может быть одна игла, может быть две. Как вы хотите, как удобно. Все иглы в рабочее положение два ряда. Раз, два. Трехугольный декер тоже самое. Делаю, растягиваю наше вязание, просто делаю расширение вокруг первой иголочки центральной. Все иглы в рабочее положение. Листик может быть совершенно любой ширины и длины, но начинать его надо вот так. Таким способом через ряд делая прибавки-убавки. Либо через два ряда. Смотрите, если у вас очень тонкая ниточка и достаточно плотная плотность, то можно делать и через два ряда. Не через два, а через четыре. Раз, два. Четырехугольный декер. Я буду делать до пяти. деки. Вы можете делать как угодно. Все будет зависеть от того, какого размера вы хотите получить листик и какая у вас нитка рабочая. Все иголочки в рабочее положение. Раз, два. Ну и пятиигольные деки. Делаем растяжку полотна. Пятиигольный. Провяжу четыре ряда для закрепления. То есть у нас резкое расширение и дальше должно быть такое спокойное сужение. Раз, два, три, четыре. Можно сделать даже шесть рядов. Можно оставить вот таким вот. Таким кругленьким листиком. И теперь все делаю в обратном порядке. То есть если раньше я делала растяжку, то теперь я буду в той же последовательности собирать петли назад на центральную иголку и возвращаю на центральную не получится. Извращаю потому что у меня балажур уже на можно на центральную уголку, можно ее оставить на соседнюю. То есть здесь уже смотрите как у вас пойдет. Это все зависит от вашей фантазии и от количества декеров и от того какой листик именно выходить. Я вам показываю принцип вязания. Провязываю 4 ряда. Если внизу было по 2, то наверху по 4. Листик вытянутый вверх. 4х угольный декер все то же самое. Делаем стяжку на те же самые петли. На какие петли начали собирать иглы, на такие же мы продолжаем всю нашу вторую часть вязания. Если вы будете вязать много листиков, не забывайте, что все они вяжут одинаково. Как начинаете вязать, вот так же и продолжайте. Все иглы в рабочее положение 4 ряда. Раз, два, три, четыре. Трех угольный. То же самое. Пяжка идет полотна. Закрываются. четыре ряда. Раз, два, три, четыре. Двух угольный. У нас посерединке получается достаточно широкая дорожка. Лучше, конечно, тоненькую дорожку делать и собирать все на одну углу. Но можно и так. Все зависит от вашей фантазии и от вашего желания. Раз, два, три, четыре. Одно игольные. Раз, два, два, вяжем. теперь просто на центральную углу снимаем петли. Провязываем общую петельку. Листик готов. Вот наш лист. Так он вяжется. Видите, у меня посередине дорожка из трех петелек, можно сделать из одной. Листики будут центральной дорожкой, как идет снизу, так и пойдет. Можно делать листики более пузатые, тогда вы здесь вяжете не по четыре ряда, а по два. И будет у вас такой кругленький маленький листик. Можно делать совсем вытянутый, когда внизу вы тоже вяжете по четыре ряда. Будет такой длинный длинный листик. Вот это классический обычный стандартный листочек. Сейчас мы украсим вязание кистями. Кисти сделаю контрастного цвета. Первый вариант кистей. Берем какую-нибудь форму. Желательно, чтобы форма была достаточно плотной и жесткой, потому что если мы будем украшать большое количество площади изделия, нам надо будет много раз наматывать на одну форму нитки. Нам это выдержать. Вот у меня от таблеток простуды коробочка, очень удобная по формату. Итак, наматываю на эту коробку такое количество нити, насколько толстую я хочу иметь кисть. вот этого достаточно. Снимаю коробочки и разрезаю здесь у меня нитки кончаются, тут и разрежу пополам. Все. Это заготовка для кисти. теперь крючком вставляю в край изделия крючок, желательно толстый, пропускаю мою кисть через край и в это отверстие заложу всю кисточку. То есть я по большому счету завязываю узел из этой кисти. Так, все, что не вошло вторым ярусом, но крючок лучше брать конечно большой, потому что маленький крючочек он может не все выхватить. Ну, это самая простая кисть, которая вряд ли представляет какие-то сложности для вас. украшаются шарфики, балантины, тема, то что я сильно затягиваю это все, желательно еще, конечно, их подшить, чтобы они не разваливались. И теперь моя задача это просто этот узелок получился, я его просто хорошенечко затягиваю. Все, он настолько крепко держится, что в общем-то развязать его уже достаточно проблематично. Единственное, не путайтесь, с какой стороны начали, где у вас будет узел, лицо, где изнанка, потому что, видите, если брать с лица, то это одно будет, если брать с изнанки, будет вот такой вот вид. Вид разный, желательно, конечно, брать с одной стороны все время. И после того, как мы навязали себе кисти на наш шарфик, мы его просто подровняем. Эти кисточки и они все будут одного размера. Такие вот самые простые привязные кисти прямо к изделию. В общем-то, они держатся достаточно плотно и даже если я потяну за какой-то хвостик, он у меня скорее затянется, чем оторвется. Эти кисти очень хорошо держатся и не вываливаются. Просто так оторвать их очень сложно. Поэтому достаточно надежное соединение и красивый вид. Это главное очень просто делается и можно делать что называется отдыхая такие кисточки от основного вязания. Связали кофточку, отдыхаем, привязываем кисточки. Кисточки на ниточке. Тоже очень интересно. Берется форма достаточно плотная, которая выдержит большое количество намоток, большое количество кисточек и наматываем какое-то количество витков. Можно по одной ниточке, можно взять по несколько ниточек и намотать одновременно, чтобы ускорить процесс. Если мне надо 100 кисточки, конечно, я буду не по одной ниточке, а можно от двух клубков, можно, кстати, сложить несколько рядов, большое количество нитей и намотать сразу. Это ускорит процесс. Такие кисти, как правило, должны быть очень набитые, такие толстые. Если привязные кисти могут быть и тоненькие, даже тоненькие, более предпочтительно, потому что они будут держаться хорошо, то такие вот кисти на ниточке, на веревочке должны быть толстые. Тогда они будут красиво смотреться. Тощие вот эти навесные кисточки, они будут некрасивые. Поэтому достаточно приличное количество витков делаем. И, конечно, запоминаем, сколько именно витков мы сделали, просто потому что, иначе у нас все кисти будут разного размера. Можно этой же ниткой, можно другой. Это уже, в общем-то, не так важно. Выпускаю через все витки и, как следует, завязываю. Причем в данном случае лучше это делать с помощником, потому что стоит мне только отпустить ниточку, она расходится. Надо, чтобы кто-то нажал на нитку. Можно даже капнуть клей, если кисточка будет иметь какую-то нагрузку в течение работы своей. Ой! На сумке или на шарфике. Не важно. Ну и несколько рядов еще раз завязать, потому что в данном случае она будет достаточно не сильно закреплена, скажем так, поэтому лишний раз стяжка не помешает. И, конечно, вот на такие кисти лучше капать клей, для того, чтобы они не расходились. После того, как завязали, не выдерживает моя коробка, я могу связать эту кисточку, капнуть клей на веревку и замотать. Опять же, замотать могу вот здесь вот привязать. потому что если я не капну клей, тогда мне просто надо очень хорошо замотать, чтобы у ниток не было возможности выйти из узла. Вот тут. Ну, это как вариант. Такие... Такие кисточки тоже делаются несколькими вариантами. Скорее всего, вам они знакомы, но показывают просто как напоминание, как это можно делать. Это один из вариантов. Эти ниточки мы опускаем вниз. Кисть мы просто разрезаем. Ее можно и подровнять. Ровнять кисти нужно, когда они все уже будут готовы. Вы делаете заготовки, только после этого ровняете, потому что иначе у вас все может получиться разной длины. Ну, а за эту ниточку мы нашу кисточку подвешиваем. Получается достаточно быстро и крепко, потому что даже если я потяну за какой-то хвост, вот я тяну, взяла первый попавшийся хвост, стала за него тянуть. Она не вытягивается, потому что двойная защита у нас и здесь затянута, и здесь затянута. Если я еще капну клея, то вообще никогда ничего не разойдется. И такую кисточку можно стирать, за нее ребенок может тянуть, он ее не раздерет, она будет очень долго нам служить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...